Здесь вопросы и ответы. Да, пожалуйста. Потом расскажу. Здравствуйте, Алина Краснова, Космо.ру. У меня вопрос лично к исполнительному роли Фёдора Александра Иценко. На мой взгляд, у вас наиболее драматичная роль в этом фильме. Не могли бы вы рассказать, как вы пережили её и что вы вынесли лично для себя после исполнения роли вашего героя. Спасибо. Ну, как-то пережила я это всё, слава Богу, удачно. То, что вынес, понял, что вообще надо над собой работать, трудиться. Спасибо. Спасибо. Да, сюда, пожалуйста. Маша, вы рады, свобода. Я где-то слева от вас сориентировалась. Спасибо вам большое всем, родные и любимые. А вопрос у меня, наверное, будет попроще, чем у всех остальных. Андрею и художнику-постановщику вопрос. Всё-таки этот мир, у нас мало о нём сведений, я имею в виду Орду, конечно. Как, из чего вы это создавали? Из чего вы складывали, условно говоря, этот мир? Где брали хоть какую-то информацию на эту тему? Нет, ну, какая-то информация, естественно, есть. Её, да, не столь много, как можно про другие исторические периоды и другие государства. Мы изучили всё, что мы смогли достать. У нас были консультанты. Для меня лично самым полезным оказались воспоминания путешественников, как европейских, так и арабских, которые попадали в Золотую Орду, в Лос-Джучи. Видели это. Плюс есть раскопки, есть какие-то сохранившиеся вещи. Но, честно говоря, мы не ставили себе целью делать такую, знаете, скрупулёзную историческую картину. Вот у Юрия Николаевича была сценарий, такая ремарка. Показался глиняный город, которого, я, к сожалению, волнусь, как-то мне точно цитирую, которого уже никогда не было, уже никогда не будет на земле, а может, никогда и не было. Вот это вот ощущение некой фантастичности, поскольку всё-таки мы снимали миф, а не прямую историческую картину, для нас было очень важно. И мы со всеми нашими художниками, в первую очередь, конечно, на мой взгляд, просто фантастическим художником февраля. Очень много работали именно вот в этом направлении. Мы создавали, скорее, образ, я не знаю, какого-то, несколько марсианского города для нашего глаза. Там есть мотивы ордынские, там есть мотивы азиатские, там есть мотивы африканские, там есть фантазия наших художников. Я больше всего всех просил не быть реалистами, не стараться копировать какие-то вещи, которые мы видели, а используя свою фантазию, отталкиваясь от этой реальности. А когда мы придумывали, не сказать, чеческое существование, поведение людей, там в том числе, конечно, я не знаю, какие-то... Юрий Николаевич говорил про современные картины, да, вот я как-то моделирую поведение этих людей, вам, вам, отталкиваться, конечно, от современности, от того, что я, не знаю, вижу, чувствую. Вот я там, бывает, ночью прохожу, мимо метро, там, Полянка или Кузнецкая, я там живу, вот летом особенно-то, да. Вот там очень много можно подчеркнуть для нашей картины. Спасибо.